Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Доброе утро, всем привет, шалом, я приехал из Казахстана. Салем, здрасте, рахмет, рахмет это спасибо, а салем это здрасте. Салем алейкум, это шалом на вас, как бы все, шалом на вас. Я смотрю, и очень интересно, что реально вот, как бы настолько похоже, вот я спрашивал, как соблюдают мусульмане, там, ну практически очень много похожего, настолько похоже. И молимся мы, знаете, когда надо было знать, во сколько заход солнца, штия, я спрашиваю, во сколько заход солнца, у них у всех на телефонах во сколько заход солнца, им же тоже надо успеть помолиться от захода. То есть, прямо конкретно, очень сильно похоже, да. Все, всем шалом, значит, хорошо, что вот есть и тан, что вы изучали пертьевод, очень-очень сильные уроки, пертьевод, конечно. По учению отцов, чтобы было понятно, царь Соломон, он жил 4 тысячи лет назад, плюс-минус, да, почти 4 тысячи лет назад, чуть меньше, чуть меньше. О, значит, царь Соломон жил, нет, царь Соломон жил почти 3 тысячи лет назад, правильно, 2 800, 2 800, значит, и потом он, значит, написал то, что мы сейчас изучаем, притчи, написал царь Соломон. Он рассказывал, обучал людей, и оно, представьте, 3 тысячи лет назад, оно передавалось, передавалось из поколения в поколение, мудрецы, все сохраняли его мудрость, да. И самые великие цари, которые были, вот, например, в исламском мире, да, они брали себе имя Сулейман. Сулейман – это Соломон, то есть, это он символ для всех самого мудрого такого царя. То есть, и здесь мы сейчас изучаем его мудрость, то, что он передал, зашифровал, и, как бы, его, мы сейчас изучаем программное обеспечение царя Соломона. Но потом, потом, 2 тысячи лет назад, когда разрушили второй храм, царь Соломон построил первый храм Бога, да, первый Иерусалимский храм он построил. Первый храм простал 410 лет, его разрушил на выходный царь, вавилонский царь. Он его разрушил, угнал евреев в, куда? Вавилон. То есть, он переселил евреев, причем евреев он не сделал, там, рабами, он их просто переселил и сделал. Второй человек у него был рядом с ним, который сидел, это был глава еврейской общины. Значит, 70 лет евреи были в Вавилоне. И потом, значит, потом, что получилось? Стал премьер-министром Аман, потом Акамалеков. Амалек — это народ-антипод евреев, это вот есть евреи, которые народ священников. И есть Амалек, антипод — это народ, который лакает кровь, да, который такой жестокий. Ну, то есть, это самые такие вот, ну, убийцы, да, такие. И стал как раз из этого народа премьер-министр в Вавилоне. И он, значит, он царю, он, значит, говорит, слушай, есть народ такой, все, давай их уничтожим. Вот как в Германии точно. Уничтожим, и все у них заберем, все деньги, все заберем, их уничтожим. И царь говорит, давай, значит. И тогда издали приказ уничтожить по всему, по всей вот этой вот империи Вавилон была, 127 стран. Уничтожить евреев. И, значит, в это время была, ну, там известна вся эта история, потом Пуримская. Вот в Пурим мы ее празднуем уже с тех пор, получается, 2500 лет мы празднуем эту историю. Значит, ну, там была целая история, и была царица, жена его этого царя, да, Хашвироша. Она была еврейка, но она, никто не знал, что она еврейка. Она это скрывала. И потом, значит, в последний момент она пришла к царю, там, ну, целая история. В общем, получилось, что казнили этого премьер-министра, и евреям дали возможность защищаться. Просто отдали приказ, что вы можете защищать свою жизнь. И евреи в этот день взяли оружие и своих врагов уничтожили. И с тех пор 2500 лет празднуют праздник Пурим о том, как это было. И этот царь, он с этой эстер-царицей, у них родился сын. И этот сын потом стал императором и разрешил евреям вернуться обратно. И евреи вернулись обратно, и часть евреев, как вот сейчас, когда Израиль появился, то вначале жило в Израиле 600 тысяч, а сейчас живет 7 миллионов евреев, да. То есть не все вернулись. А тогда вернулось, всего 42 тысячи человек вернулось в Израиль. И с них началось опять заселение земли Израиля, и они построили второй Иерусалимский храм. Построили храм. Второй храм простоял 420 лет. До его разрушили римляне. В 70-м году нашей эры они разрушили храм. И когда началось вот это вот сейчас, которое идет из знания, последнее, оно началось в 120-м году примерно нашей эры. Евреи расселились по всему миру, и в Израиле никого практически не осталось. Эта земля была, она законсервирована, да, в ней никто не жил. Вокруг Ливан, там Едипет, все заселено. Только вот это место, оно было как законсервировано. Ждало пока 13 веков, 13 веков это было, значит, получается так, 13 веков она была в руках у мусульман. Ну, в общем, ладно, это отдельная вся история. К чему я это вспомнил? Что когда уходили в изгнание, мудрецы записали вот это перте вот по учению отцов. То, что и там преподает. И когда, то есть, они взяли корни от царя Соломона тоже. Это то, как надо правильно себя вести в этом мире. И они, значит, это уже передали, ну, более современным языком. Это 120-й год нашей эры. Это вот перте вот, чтобы было понятно, где то, что мы изучаем, Мишли, это 3000 лет назад. И где перте вот, это 1900 лет назад. Понятно? Там сказано, что есть еще до царя Соломона. Есть, но они как бы запомнили, и они записали их в 120-м году. До царя Соломона там нет ни одного высказывания. А первая, Аншек Нестак Дала, да, да, да. И Шимон Ациг. Две первых Мишны, это до царя Соломона. Две первых Мишны только. 12-й год после года, после Соломона. После, конечно, после. И да, ты же спутал. Все, давайте. Мы сейчас находимся, 19-я глава, 19-я глава, 5-й отрывок. 19-я глава, 5-й отрывок. Говорит царь Соломон нам следующее. Он говорит так нам. Эд Шкарим, свидетель лживы, то есть лжесвидетель в суде, он, что лой на ке, он не очистится. Сейчас мы узнаем, что он имел в виду. Что значит лжесвидетель не очистится? В эофиях кзавим лой ималет. И тот, кто выдыхает лживое, он не спасется. Значит, он нам говорит следующую вещь. Значит, есть система судопроизводства. И, значит, свидетель в суде, лжесвидетель, он клянется в суде, говорит правду. И он в суде по его слову, по слову свидетеля, значит, суд делает свой приговор. Теперь, если он лжесвидетель в суде, суд сделал приговор, то человека могли казнить, у него могли там имущественный спор, забрать какие-то деньги и так далее, то написано, он лой на ке, он не очистится. Почему? Потому что уже произошло событие. То есть, если уже человека казнили, есть вот сейчас Яков учит законы эти про Макот, да, трактат Макот, о лжесвидетелях. И там было так, что если по слову лжесвидетелей, человека уже суд казнил, то их наказывали, если уже успели казнить его. Уже ничего нельзя сделать. То есть, он, он, лой на ке, он не очистится. Уже произошло это событие. То есть, уже все, вернуть обратно нельзя. Теперь, что такое выдыхающий ложь, этот самый, это Яфех Гзавим. Лой Малет не спасется. Значит, когда это не лжесвидетель, но один человек пришел на другого, пришел на другого, один не лжесвидетель, а просто человек пришел и другому говорит, ты знаешь, про тебя Саша говорил, вот и так, знаешь, Саша про тебя говорил то-то, 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 и он лживые разные вещи, которые Саша не говорил. Значит, я же не в суде, и ты можешь в ней не верить. И даже ты мне не веришь. Допустим, правильно. Нельзя верить вот этим вот, ну, это называется злоязычие. Нельзя ему верить. Потому что, мало ли, я мог наврать. Я же не свидетель в суде, правильно? И даже свидетель в суде может обманывать. Это тоже надо знать. Но когда один человек говорит про другого плохое, третьему, в это нельзя верить. А почему, даже если я не верю, он не спасется? Та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. То есть, это как бы, если ты создаешь зло, оно на тебя по-любому вернется. Как оно вернется? Допустим, я не поверил тебе. А как оно зло вернется? Но я уже и тебе не доверяю. То есть, один раз сказал про другого плохо. Если я поверил, то я оказался дураком. Ну, и там пошла-поехала история плохая. Если я не поверил, то тоже тот, кто плохое говорил, ему хуже от этого он сделал. То есть, поэтому мы знаем, что тот, кто осознанно свидетельствует зло, тот не очистится в суде. Тот, кто просто говорит про другого гадости, он не спасется. То есть, ему за это придет какая-то раздача, придет. Теперь дальше. Шестой отрывок. Шестой отрывок. Вот это вот очень интересно. Очень такая прямо реально бизнес-консультация начинается. Бизнес-консультация. Царь Соломон, мудрейший из людей, богатейший из людей того времени. Он нам говорит такую вещь. Рабим Ихалу Пнэй Надив. Многие, многие, значит, Ихалу... Богатство прибавляет на воду. Ихалу это, они, в общем, приходят к лицу, они ищут лица Надив. Надив это человек, который помогает деньгами нуждающимся, тем, кому нужно, оказывает помощь. Это называется Надив. Многие, они ищут милости у этого Надива, у человека, который помогает. Теперь. Веколь ара ли ишматан. И все становятся приятелями для человека, который... Ишматан это тот, который дает подарки. В чем разница? Значит, Надив, он помогает нуждающимся, по просьбе нуждающихся. И он, ну, то есть, как сказать, вот, например, Надив. Вот у человека там нет работы. Значит, Надив думает, надо ему помочь как-то с работой. Он ему помог. Другому он думает, надо там, у него не хватает денег на еду. Ну, на те денег на еду. Это Надив. И многие, зная, что этот Надив помогает, они пытаются каким-то образом с ним, ну, получить от него помощь. Теперь есть ишматан. Человека ишматан, это есть, например, у тебя в свое время там, ну, самый для меня вот образец. Человека, который дает подарки, это Александр Борисович Фельман. Он там депутат Верховной Рады был, все. Он моему сыну подарил когда-то в Израиле удочку, спиннинг. Я не знаю, мы никогда им не воспользовались, но мы с ним переезжали вообще везде даже. Помнишь спиннинг этот? Ни разу мы им не воспользовались. Пытались один раз, запуталась слезка, негде ловить было. Ну, с балкона пытались им это. Он дарит подарки всем, нужно, не нужно, богатый, бедный. То есть, вокруг него это человек, который дарит подарки. Но подарки любят получать по природе, любят получать все. Такая природа человека, что ему, ну, как бы приятно, когда кто-то к нему хорошо относится. И вот этот вот надив, у него много, тот, кто дает подарки, у него много приятелей. Понятно, да? То есть, классно. Да. Теперь, ну, мы должны знать, мы до этого учили, что мы учили до этого, в четвертом отрывке, мы учили, что имущество добавляет приятелей много. То есть, это не приятели человека, это приятели его имущества. И надо это реально понимать, что есть природа человека, которая устроена так, что ему приятны подарки, ему приятны взятка, написано, ослепляет, вообще она искривляет мышление даже мудрецов. Подарок он открывает сердце, делает человека приятелем. То есть, здесь нам сообщаются законы, которые, если ты их знаешь, то тогда тебе понятно, как оно работает. Вот, например, я сейчас был в Казахстане, проводил тренинг, и они это очень хорошо знают. Они настолько, они умеют встречать гостей, подарить подарок, там все, что буквально через час общения ты чувствуешь себя полностью им обязанным. И тебе уже неудобно попросить деньги, оплату за свою работу, потому что как тебе столько сделали только что подарков, что тебе даже просто с ними, ну, когда они тебя о чем-то просят, там, снизить цену или еще что-то, да, то ты не можешь уже отказать. Но это, но когда ты знаешь это, ты понимаешь, что это твоя просто природа, ну, как бы, это природа твоя. Но по большому счету, то есть, если ты договаривался вот так, должно быть вот так. То есть, подарки это хорошо, но они меняют восприятие. Но нам до этого царь Соломон сказал, что ненавидящий подарки будет жить. Что он имел в виду? Он дал другой нам закон, что если ты не ждешь ни от кого подарков, а надеешься только на Бога и на свой труд, то тогда это путь к жизни. То есть, это дает тебе больше жизненной силы, чем когда ты ждешь от людей подарков. То есть, это другой закон. Поэтому, в принципе, не принять нельзя, но когда ты принимаешь, зная внутри, что ненавидящий подарки будет жить, то ты тогда выходишь из-под влияния этих подарков. То есть, потому что люди, которые знают манипуляцию, ну, они умеют этими подарками легко манипулировать. И давая человеку какой-то бесплатный подарок, ну, бесплатный в кавычках, он на самом деле хочет с него больше получить. Он просто знает, как человек отреагирует на подарок. Поэтому здесь, когда ты знаешь, как все работает, тогда тебе понятно и то, что в тебе внутри происходит, и то, что происходит в других людях. Еще раз давайте подведем итог, что в шестом отрывке нам сказано, что многие, они стремятся приблизиться к человеку, который, надив, это который помогающий, и все становятся приятелями для человека, который дает подарки. Это закон такой, да? Все, кому нужны приятели, делай подарки и будешь приятелем. Теперь дальше, седьмой отрывок. Седьмой отрывок девятнадцатой главы говорит так. Все братья бедного, они его ненавидят. Аф, кимиреу, рахаку, мимену. Аф, кимиреу, рахаку, мимену. Значит, значит, а приятели, они отдаляются от него. Вот тут интересно, сейчас мы разберемся, что говорят комментаторы, тут очень такая вот, ну, есть тонкая разница. Значит так. Братья бедного, они ненавидят его. Теперь, тем более, от приятелей, тем более приятели отдаляются от него. То есть, братья, они ненавидят, но не отдаляются. А приятели, они отдаляются от него. Мирадев амарим ло эма. Значит, тот, кто гонится за словами, тут переводят неправильно, значит, за неисполненными обязательствами не они, дословно. Значит, гонится за словами не они. Вообще непонятно, код какой-то. Объясняют малый. Значит, что такое вот бедные-богатые? То есть, вообще разделение. Есть в иврите есть три обозначения бедного, да, использует царь Саламон. Эвьон, Даль и Раш. Это три разных определения бедного. Эвьон. И они. Есть четыре даже, вы в ирите, да. Они, Даль, Эвьон, Вераш. Значит, насколько я помню, что вот этот вот Раш, это тот, у которого было, он был богатый, и он все потерял. Теперь, Эвьон, это, насколько я помню, это они, Эвьон, вот я не помню, они, Эвьон, А Даль, это тот, обездоленный. Даль, это вот, от русского идет слово, обездоленный, то есть, тот, которого у него нету, и не может быть, он прям, ну, вообще, беспомощный такой, да. Раш, это тот, у которого было, и сейчас нету, который потерял деньги, да. Они, и Эвьон, я не помню, как, в чем вот нюансы там. Теперь смотрите, что здесь, что нам здесь говорит царь Соломон. Значит, вот представьте человек, у которого были деньги, и потом он их потерял, то есть, он привык к какому-то высокому уровню жизни, он был раньше очень уважаемый такой, ну, человек, да, когда там были деньги, мы знаем, что все стремятся рядом с ним общаться, и тут он потерял. Я очень много встречал таких людей, вот в Израиле, например, или в Америке, в эмиграции, да, когда человек был, ну, когда-то он был блатной, а потом он приехал, он все потерял. И здесь с людьми происходит очень такая интересная метаморф, ну, как бы, психологическая, часто это происходит, психологическое такое явление. Вот, подсказывает Яков Шаатадин, что Эвьон бедный, но хочет быть богатым, а не просто бедный, а Раш, это который был богатым, но потерял, и Даль, это обездоленный, обездоленный. Теперь смотрите, значит, когда человек был богатым и потерял, то часто это оказывает, какое на него влияние. Он остается таким высокомерным, его все время, ну, его как бы самолюбие очень сильно задето, его очень, ему больно, вот это вот, то состояние, в котором он находится, он хочет общаться, и продолжает общаться, как бы на уровне, на котором он раньше общался, и у него внутри постоянно вот это раздражение на свою судьбу, и, ну, там может даже обида, злоба, зависть, ну, то есть, почему так, если у меня было, а потом я потерял, то есть, это кажется более несправедливым, чем если у тебя никогда не было. Когда у тебя никогда не было, ну, там, ну, не было, и ты никогда не видел, что это такое, и тут у тебя было, потом ты потерял, ты пытаешься общаться с теми же людьми, это конец этого отрывка, в котором говорится, что слова Мирадев Амарим Лоэма, и он, как бы, гонится за словами, которые, ну, которые были тогда, он пытается общаться с теми же людьми, которыми тогда общался, они не хотят с ним общаться уже, да, и вот это вот внутреннее состояние заставляет его брата, даже брата его, заставляет его ненавидеть, а почему? Не потому, что брат его ненавидит, есть, в Мишле тоже есть один очень такой закон психологии, написано, что к эмаем по ним или по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в воде, так сердце человека отражает сердце другого человека, то есть, это зеркальные нейроны, и если человек внутри чувствует боль, злость, ну, там, какие-то негативные наборы эмоций, то все люди, с которыми он в этот момент общается, они отражают его состояние в сердце, и они испытывают внутри, ну, негативное состояние, если это человек, который был богатый, а стал бедным, он внутри, ему от этого сильно плохо, то те люди, которые с ним взаимодействуют, они, значит, ну, им передается его состояние, понятно, да, идея? Теперь, и что? тем более, приятели от него все отошли, приятели не были друзья, брат от него не отходит, брать от него не отходит, он просто внутри испытывает к нему негативные эмоции, он от него не отходит, ну, то есть, если он может, помогает, не может помочь, не помогает, но тут, но тут еще, знаете, в чем прикол, что, что, если человек обеднел, ну, например, да, то это же произошло, почему? Вот тут это важный вопрос, почему и как на это реагировать? Есть очень классная, еще раз повторю, очень мне эта книга помогла, эта книга Рав Шалом Аруш, называется Сад Благодарности, и он рассказывает там историю, как он, у него были деньги, а потом он все потерял, залез в долги, у него были огромные долги, и он, значит, обычный человек такой ситуации, он, он становится злой, он становится злой, он злится, он страдает, и от него, как мы видим, здесь написано, что от него, от него отворачивается даже его брат родной, да, тем более все приятели, и он вместо того, чтобы создать новую предпосылку, то есть то, что он потерял деньги, Бог ему хотел что-то показать, чему-то его научить, и как бы по, по первой книге Рав Шалом Аруша, что называется, на сад веры, мы должны верить, что Бог нам хочет только добра, и даже если что-то происходит, это происходит для добра, это как бы основа всего. Теперь, если человек злится, и он продолжает, еще сильнее, внутри производить ненависть, то он себе, как бы копает в глубже яму, что сделал Рав Шалом Аруш, он начал, наоборот, Бога благодарить, он говорит, я по часу, по два часа в день, я благодарил Бога, вот это у них есть, у Бресла всех асидов, это называется, инбадедут, да, он удалял в лес, там, трава, лес, и он, давай, спасибо, сад благодарности, спасибо, и люди его спрашивали, а что ты радостный такой, тебе кушать нечего, у тебя долги такие, у тебя должна быть депрессия, там, ну, полнейшая, да, в доме корти хлеба нету, чего ты такой радостный, он говорит, я Бога благодарю, он точно мне что-то хорошее сделает, он точно, и он такой веселый, радостный, и люди такие думают, какой вообще человек удивительный, да, тут у нас и все есть, а мы не веселые, не радостные, не счастливые, а он, у него такая тяжелая ситуация, а он ходит, танцует, смеется, радуется, Бога благодарит, он что-то знает, и начали они к нему ходить учиться, он написал книгу, значит, написал книгу «Сад Благодарности», она издана сейчас, там, на всех языках, на русском, на французском, ну, то есть, огромная, и вокруг него образовалось целое движение, вот этих вот людей, «Сад Благодарности», и он говорит, нужно быть благодарным, и это открывает, понятно, у него и деньги появились, и, ну, то есть, все как бы появилось, но большинство людей, попав в сложную ситуацию, у них это не складывается в голове, что можно еще и благодарить, да, и они, значит, вместо того, чтобы благодарить, он включает негатив, включает он негатив, этот негатив отражается, и те люди, которые были рядом с ним, рядом с его имуществом, приятели, они отошли сразу, а его брат, который от него отойти не может, он включается негатив, уже включается негатив, то, что написано, даже брат его ненавидит, и что в итоге мы имеем, в итоге мы имеем, значит, очень плохую ситуацию, которую мы разберем в следующем занятии с Божьей помощью в воскресенье, вот сейчас уже 23 минуты прошло, значит, все, в воскресенье мы разберем. Теперь давайте подведем итог. Три вывода надо сделать, до трех выводов, чтобы эти выводы потом где-то записать, кому-то рассказать и чтобы эти выводы остались вместе с нами. Значит, первый вывод какой, что врать нельзя и лжесвидетельствовать, говорить гадости на других людей, это плохо возвращается, то есть это ты себе копаешь яму. Второй вывод, что не обольщайся. Есть деньги, хорошо, но люди вокруг тебя, это, ну, то есть не думаешь, что это решает все вопросы. Есть деньги, хорошо, но это, опять же, это один из параметров жизни. Надо понимать, что этот параметр, он очень часто человека захватывает и он начинает полностью управлять его жизнью. И тут же нам царь Соломон, он дает нам джжжжжж, следующий переход. Смотри, но есть деньги, нет денег, это все вот такая вот история. Поэтому если ты внутри, если у тебя стержень, знание, правильный подход, то ты в любой этой истории, ты вырулишь. Потому что у тебя есть Тора, у тебя есть правильные способы поведения и, значит, это важнее всего, когда ты знаешь, что делать и у тебя есть вот именно правильная система поведения в любой ситуации, то, что нам дает Тора. Это важнее, чем деньги, чем друзья, чем все. Вот эти я сделал для себя выводы и, значит, все, друзья, сделайте свои выводы, напишите, прочитаем выводы друг друга, поделитесь своими выводами. Шаббат, шалом всем, кто соблюдает шаббат. Все, удачи, успехов. Давайте, мы сейчас, нам чуть-чуть осталось до 5000 подписчиков на странице Ваикра. То есть, мы уже начинаем так взывать, прям по такой у нас Ваикра, кто не знает, это Ива звал Ваикра, это Ива звал Бог, тогда он к Маше, и он сейчас, он взывает через нашу страницу, через портал, взывает ко всем людям, у которых есть душа, есть свет внутри, взывает, что парни, надо жить по свету, да? Все. Удачи, успехов. Пока, Шаббат Шаббат. Всем гусалом, пока. Да, вот Итан, он привык, уже, все, каждое утро выступает, вот Яша, Саша и Эли Шаман. Все, шаббат шалом. Скажи шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Все, пока.